привет все мои дорогие друзья я рада вновь с вами встретиться рада приветствовать вас на своем канале вяжем спицами и сегодня я хочу поделиться с вами своим новым джемпером который у меня связался и немножко рассказать о том как я его вязала и из чего вязала но начну я пожалуй с пряжи и которую я использовала для вязания это airdrops вот такая вот очень мягко очень нежная такая пряжа состав 65 процентов альпака 28 процентов полиамид и 7 процентов шерсть моточки 50 грамм 150 метров цвет номер 16 это такой вот шнурочек вот такой очень нежный шнурочек очень мягкий воздушный вот такой покажу поближе и цвет смотрите вот он такой неравномерный где-то посветлее где-то потемнее такой я бы сказала легкий меланжевый эффект дает вот в полотне это тоже заметно видите как он смотрится очень прям вот не хочется снимать очень мягкий очень теплый получился и приятный вот такая пряжа на размер 4850 но тут как бы он вязался оверсайз я думаю что подойдет даже на 52 вот может быть даже на 54 у меня ушло всего лишь 350 грамм то есть 7 до таких моточков вязала я спицами номер пять с половиной хотя производитель рекомендует спицы номер пять но мне показалось слишком плотно получается я взяла спицы номер пять с половиной плотность вязания 18 петель в 10 сантиметрах и 24 ряда по количеству петель я набирала 104 петли так вот ширину у меня здесь 52 сантиметра вот эта ширина 52 сантиметра высоту 60 сантиметров вот общая длина 60 сантиметров и вот здесь вот по ширине в области проймы это 62 сантиметра что я тут добавляла немножко для расширения сейчас скажу сколько как добавляла начинала я вязать вот таким вот узора это ложная резинка я вам оставлю ссылочку под этим видео и в подсказочках как вяжется этот узор там я я вам его уже показывал он там я вязала 2 на 2 то есть его можно вязать по разному 1 на 1 2 на 2 вот здесь я вязала 3 на 3 3 изнаночных 3 лицевых чередуется 3 изнаночных 3 лицевых в лицевых рядах в изнаночных рядах все петли вяжутся изнаночными петлями он не сильно стягивает вот ну и оригинально смотрится вот таким вот узором я вязала провязала я 12 сантиметров это вот высота 12 сантиметров дальше второй узор то вот такой вот узор интересный он разделяет вот эту вот резинку так скажем и от от основного полотна до немножко как вот вот так вот стягивает вяжется тоже очень просто две петли вместе изнаночной до конца ряда повторяется две петли вместе изнаночной а в изнаночных рядах он вяжется из одной петли вывязываем две тоже изнаночными петлями то есть все очень просто здесь я провязала 6 рядов вот этим узором дальше продолжила вязать лицевой гладью прямо и равномерно прибавляла по моему в каждом седьмом ряду я прибавила по 5 петель с каждой стороны с этой стороны с одной стороны 5 из другой то есть это 10 петель у меня вышло прибавлено и получилось у меня сто четырнадцать петель дальше я продолжу то есть вязала до предполагаемой проймы вот здесь у меня 25 сантиметров вот эта высота 25 сантиметров лицевой гладью и вязала до предполагаемой проймы дальше я продолжила вязать вот этим рельефным узором смотрите как он оригинально смотрится очень красиво вяжется тоже очень просто то есть здесь лицевые изнаночные петли по изнаночной стороне все петли вяжутся по рисунку то есть схему я вам ставлю узор очень простой и очень красиво смотрится так спинка вот по спинке расскажу как я тут закрывала петли то есть спинка перед все это одинаково по спинке я провязала раппорт узора стоит из 14 петель у меня здесь 8 раппортов вышло то есть 7 вот таких полных раппортов и начало и конец ряда с половинки раппорта я начинала вот половинка здесь и половинка здесь и того 8 раппортов вышла у меня провязала 3 раппорта высоту и затем формировала плечи и горловину то есть у меня по 38 петель пошло на плечо и 38 на горловину то есть 38 38 и 38 вот так распределила плечо но довольно таки спущенное закрывала я вот три раппорта провязала и стала закрывать петли для плеча один раз 8 петель закрыла и затем пять раз по 6 петель вот такой вот скос получился и вторая сторона точно также петли для горловины я не закрывала здесь все прямо то есть я не формировала вырез горловины петли я оставила открытыми и потом я продолжила вязать вот обвязку горловины вот эту вот планочку для горловины сразу по открытым петлям по продолжила здесь тот же самый узор что и вот по низу джемпера тот же самый узор так по переду все в принципе то же самое только здесь я делала вырез поглубже и провязала два раппорта высоту от этого рельефного узора и затем начала формировать вырез горловины закрыла 12 центральных петель затем два раза по три петли два раза по четыре петли и три раза по одной петли и также на высоте вот трех раппортов я начала закрывать петли плеча то есть дальше я продолжила вязать горловину прямо без убавок вот ну и потом набрала петли по кругу и провязала вот таким же узором что и по низу джемпера горловину я вязала спицами номер пять то есть шесть рядов я провязала спицами номер пять и два ряда я провязала спицами номер четыре с половиной вот эти закрыла обычным способом то есть нормальный такой вырез получился ничего не стянутый как бы все нормально вот по рукаву по рукаву для рукава я набирала пятьдесят четыре петли провязала также 2 50 56 петель для рукава я набирала 56 петель с учетом кромочных все это провязала также 12 сантиметров узором номер один это ложная резинка также шесть рядов вот этим вторым узором рукав тут довольно таки свободный это так и было задумано видите он такой свободный немножко вот этот узор его перетягивает оригинально смотрится и дальше продолжила вязать лицевой глади то есть длина рукава у меня вот внутренняя длина 39 сантиметров вот вот этого длина 39 сантиметров для расширения я прибавляла по 8 петель стоя с другой стороны вот стоя с другой стороны прибавляла по 8 петель в каждом седьмом ряду в итоге у меня получилось семьдесят две петли и затем закрывала петли таким образом два раза по 15 я закрыла и затем 12 последних петель закрыла одним разом два раза по 15 он не прям не а чуть-чуть такой вот как изогнутый получился такой легкий легкий окат рукава вот вот такой рукав получился такой вот оригинальный джемпер у меня связался ну вот вроде бы как все рассказала если что-то может быть упустила или не досказала задавайте вопросы в комментариях также буду рада вашим отзывам по этому джемперу пишите спрашивайте сегодня с вами прощаюсь всем пока и до встречи в новых видео